Компании Xiaomi всего 9 лет, и за этот небольшой срок она попала в топ крупнейших производителей смартфонов, но кроме топовых за свои деньги телефонов, компания выпускает продукцию во множестве других областей — это и микроволновки, и лампы, и даже умные унитазы. Я решил собрать в этом видео самые интересные товары этого производителя. Поехали! И начнем мы с игровой мышки Xiaomi Mi Gaming Mouse за 2200 рублей. В последние годы многие производители стали выпускать рассчитанные на геймеров аксессуары, и Xiaomi не отстает от трендов. Ее игровой грызун может потягаться с популярными решениями типа HyperX Pulse Fire. Посудите сами — настройки DPI от 50 до 7200, 6 программируемых кнопок, термопластичная резина, обеспечивающая отличный хват, частота опроса USB 1000 Гц и максимальное ускорение H30G. Эта мышь может стать отличным подспорьем в киберспортивных играх. Не забыта и RGB-подсветка. Но самое необычное в мышке то, что она может работать как в беспроводном режиме, что точно оценят мобильные геймеры, так и в проводном. А чтобы не потерять USB-приемник, он прячется в самом корпусе мыши. Сама она довольно тяжелая — 139 грамм и крупная, ощущается в руке монолитная и отлично скользит по столу благодаря трем тефлоновым накладкам. Разумеется, для нее есть специальное ПО, в котором можно настроить подсветку, регулировать DPI, задавать макросы и даже обновлять прошивку. Также у Xiaomi есть и игровая клавиатура, но мы ее пропустим из-за отсутствия русской раскладки. А мы перейдем к беспроводным наушникам от Xiaomi, которые на распродаже можно будет купить за 3200 рублей. Они имеют импеданс в 32 Ома и 40-мм драйверы, работают по протоколу Bluetooth 4.1 и способны играть музыку порядка 10 часов. Также можно отметить поддержку всех трех популярных беспроводных кодеков, а именно SBC, AAC и APTX, так что получение качественного звука не будет проблемой. А с учетом больших чашек наушники не давят на уши, так что носить их будет достаточно удобно. Едем дальше. Казалось бы, на рынке сотни разных ковриков — и тканевые, пластиковые, ультратонкие, прорезиненные, и с RGB-подсветкой. Как же тут можно заинтересовать потенциального покупателя? И Xiaomi придумала способ — они взяли и интегрировали сразу в два коврика беспроводную зарядку для гаджетов. Более простой коврик за 1200 рублей способен передать на ваш смартфон 5 Вт. Тот, что подороже — за 2,5 Вт — ускорит зарядку в полтора раза, так как отдает 7,5 Вт. Можно заряжать смартфон и использовать коврики по прямому назначению, ибо размеры 30 на 21 см у простой версии и 42 на 26 у продвинутой позволяют это сделать. Бюджетный коврик сделан из заменителя кожи, более дорогой же может похвастаться поликарбонатным покрытием. К тому же в более дорогой версии коврика есть небольшой алюминиевый круг. Он умеет светиться всеми цветами RGB, а если вы подключите его к ПК по Bluetooth, то сможете с его помощью управлять громкостью музыки. А чтобы справиться с десятком одновременно работающих устройств и обеспечить хорошую скорость требуется неплохой роутер. Интересным вариантом может стать Xiaomi Mi Wi-Fi роутер 4 за 1350 рублей. Он базируется на двухъядерном Mediatek, имеет 128 МБ ОЗУ, по две антенны на 2,4 и на 5 ГГц и обеспечивает скорость до 300 МБ в секунду на первой частоте и до 867 МБ на второй. В общем и целом это более чем хватит даже для быстрого оптоволоконного интернета. Что касается проводных подключений, то их не так много. Роутер имеет два LAN-порта, разумеется гигабитных, и один WAN-порт. Также радует достаточно простая настройка. Ставите на телефон приложение Mi Rooter, сканируйте через него QR-код на роутере и вуаля, вы можете задать имя сети и пароль. Из приятных мелочей есть возможность настроить VPN и протестировать скорость интернета. Также можно отметить неплохую дальнобойность роутера. Даже через пару бетонных стен по 2,4 ГГц у вас не будет никаких проблем со стабильностью подключения. И последний плюс гаджета — это наличие большого числа кастомных прошивок для любителей глубокой настройки всего и вся. К слову, у меня тоже роутер от Xiaomi, модель немножко посерьезнее — это Mi Rooter Pro. Ссылку на него я оставлю также в описании. Теперь поговорим про зрение. Мы зачастую проводим за компьютером многие часы каждый день, и наши глаза от этого страдают. На помощь в этом случае приходят специальные защитные очки, которые частично блокируют синие и уф-спектры, именно те, которые неприятно воздействуют на глаза и даже могут сбить режим сна. И у Xiaomi есть такие очки, которые она разработала вместе с брендом Turak Steindart — они стоят 990 рублей. Линзы у них не имеют диоптрий, но зато эффективно снижают усталость глаз благодаря желтому фильтру. К тому же они эффективно устраняют блики — пользователи ноутбуков с глянцевыми дисплеями скажут им за это спасибо. Но, разумеется, следует понимать, что они делают картинку более теплой и неестественной, так что если вы работаете с графикой, имеет смысл отложить их в сторонку. Питание компьютера и монитора, зарядный блок от ноутбука, зарядник смартфона, блютуз наушников — целых пять занятых розеток только одними гаджетами, и это почти у каждого современного человека. Какой выход? Можно использовать удлинители со встроенным USB, и у Xiaomi есть такой за 1300 рублей. Три розетки, позволяющие передавать до 3,5 кВт, и три USB-A с поддержкой максимального тока до 3 ампер. Этого точно хватит для подключения всех нужных вам девайсов. Как я уже говорил выше, удивить кого-то ковриком для мыши сейчас очень сложно, но Xiaomi удалось это сделать дважды. Кроме коврика с беспроводной зарядкой, у них есть еще пробковый коврик Xiaomi U-Pin. Да-да, он сделан из того же материала, из которого делают винные пробки. Он достаточно мягкий и приятный на ощупь, да и выглядит стильно. Он бывает двух размеров — M — 620 на 300 мм, ну а если вы хотите застелить им стол, есть L — 850 на 420 мм, и все это в пределах 1000 рублей. Следующий интересный лот — это геймпад, который Xiaomi выпустила совместно с Flydigilab за 2170 рублей. И здесь Xiaomi смогла всех удивить. Во-первых, их геймпад подключается к абсолютно любым гаджетам на всех популярных ОС. При этом в Windows поддерживается аэромышь, вводя геймпадом можно управлять курсором на экране, а для Android на передней панели есть функциональные кнопки — меню, домой и назад. Во-вторых, к Windows его можно подключить как обычный Xbox 360 совместимый геймпад, то есть проблем с управлением в играх не будет от слова совсем. В-третьих, есть возможность подключения как через Bluetooth, так и через специальный адаптер, к тому же для мобильных гаджетов предусмотрен специальный держатель. Во всем другом это добротный беспроводной геймпад, все клавиши и стики на месте, работают они достаточно четко и хорошо фиксируют нажатия. Работа в беспроводном режиме может достигать 80 часов, даже активным геймерам этого точно хватит на неделю. Но все же некоторая ложка дегтя есть, у стиков имеется неприличный недожим во всех радиусах. Едва ли это скажется в мобильных играх, но вот в тех же гонках на ПК это может влиять на управление. Как я сказал в начале, я уже несколько лет юзаю смартфоны от Xiaomi. Да это не совсем компьютерный гаджет, но какая же подборка техники Xiaomi может быть без их смартфона? Правда? И одним из любопытных решений является Mi Mix 3. Посудите сами, он работает на флагманском процессоре Snapdragon 845, который будет актуален еще пару лет точно. Имеет большой Full HD AMOLED дисплей, на котором и фильмы, и игры будут выглядеть крупно и четко. И все это за 19 800 рублей. Это очень хорошая цена, ибо в России за него просят минимум 23 тысячи. И не забывайте про платную доставку по стране. Кстати, на Али тоже очень много хитрых продаванов, которые перед распродажей повышают цену, чтобы потом ее сбросить для фейковых скидок. И чтобы вычислять вот таких хитрых продавцов, я рекомендую вам установить расширение Али Радар, которым реально пользуюсь сам. Оно встраивается в браузер и автоматически запускается, когда вы заходите на Али. Али. Показывает оно не только динамику цены, но и насколько надежен продавец. Сколько лет он на площадке, какой у него рейтинг, довольны ли покупатели общением и как быстро он отправляет товары. Кстати, Али Радар реагирует на любые алишные ссылки на сторонних сайтах. В отдельном окне сразу показывая, насколько товар дешевле, чем у конкурентов и насколько надежен продавец. На самом Али снизу слева появится небольшое окно, в котором можно увидеть похожие товары и найти более выгодную цену, а также посмотреть фото покупателей из отзывов. В общем, полезное расширение, особенно в канун распродажи. Ссылку на Али Радар я оставлю в описании. А мы нашли еще кое-что интересное. Как вам умная розетка Xiaomi, которая умеет работать с голосовым помощником Google? Вы легко сможете отдавать ей команды голосом. Например, вы можете подключить к нее лампу и просить включить или выключить свет в нужное вам время. Более того, вы можете купить несколько розеток и сделать их именными. Например, одна будет отзываться на включение чайника, другая будет включать электрический нагреватель. В общем, возможностей применения у нее масса. И все это за каких-то 900 рублей. После того, как Apple выпустила свои беспроводные AirPods, их быстро стали копировать другие производители. Так как компания из Купертино действительно придумала интересный форм-фактор. Беспроводные вкладыши и кейс, который позволит их пару-тройку раз зарядить. Но у оригинальных AirPods есть серьезный минус. Это ценник в 10 000 рублей. И Xiaomi, как обычно, решила брать ценой. За свои AirDots они просят всего 1170 рублей. Конечно, вы не получите сенсорных жестов, а Siri не будет отзываться на ваш голос. Да и качество звука будет несколько ниже, как и время автономной работы. Вы получите около 3 часов воспроизведения музыки от одного заряда, а кейс увеличит этот показатель в 3 раза. К тому же решение от Xiaomi – затычки, а не вкладыши, так что звукоизоляция в них ощутимо лучше. На этом все, друзья. Все ссылки будут в описании. Если сами что-то собираетесь приобретать на Али к распродаже 11.11, обязательно напишите в комментариях, что и где вы будете это покупать. А я с вами прощаюсь, с вами был МК, удачных покупок и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok